Приветствую в нашем эфире Наталью Гуменюк, начальника Объединенного Координационного Пресс-Сентра Силы Обороны Юга Украины. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Наталья. Слава Украине, добрый день. Героям слава. Сначала давайте поговорим о последствиях последних вражеских террористических атаках. Известно, что российские оккупанты накануне обстреляли Херсон и пригород Херсона. О взрывах также сообщали жители Береславского района. Что на данную минуту известно о последствиях этих варварских атак? К сожалению, враг продолжает атаки на населенные пункты, в том числе правого берега. И пытаясь таким образом воздействовать на население, на мирное население, противопоставляя трагедию мирных жителей силам обороны Украины, якобы основной акцент приходится на то, что во времена русского мира, то есть при жизни в оккупации, ничего не беспокоило. Обстрелов не было, жилось намного мирнее. Но, понимая это, мирные херсонцы осознают. И те, кто могут, выезжают, действительно выезжают для того, чтобы эвакуироваться. И переждать время от таких активных действий. Кто не может, переходят в укрытие. И люди стараются все-таки прислушиваться рекомендации власти и военных. Но, тем не менее, обстрелы продолжаются, в том числе и в ночное время. И сейчас враг действительно абсолютно сознательно делает акцент на места скопления людей, обстреливая в том числе и православные храмы, несмотря на то, что они московского патриархата. Продолжается такая террористическая атака на места, которые называются пунктами несокрушимости людей. И там, где люди получают гуманитарную помощь, под огнем остаются и больницы. И это еще раз подчеркивает, что мы имеем дело со страной-террористкой. Что касается использования авиации, враг продолжает терроризировать Переславский район управляемыми авиационными бомбами, которые регулярно сбрасывают на протяжении нескольких дней подряд, не менее двух раз в сутки сбрасывают бомбы на жилые кварталы Переславского района. Разные населенные пункты попадают под обстрелы. Самое главное, что оказываются разрушенными именно жилые дома мирных жителей. Террористы и варвары. Давайте о наших успехах. Значит, из того, что известно и можно говорить в эфире. Значит, на оккупированном левобережье Херсонской области украинские разведчики провели успешную операцию, уничтожили российское ракетное подразделение специального назначения, об этом сообщила наша разведка. Также наши войска уничтожили наблюдательный комплекс оккупантов Муром-М в Херсонской области. Он был размещен на мосту через реку Конку. И с его помощью россияне наблюдали круглосуточно за нашими военными. Наталья, в целом сейчас по югу, мы говорили сейчас о Херсонской области, по югу, какая сейчас оперативная обстановка? Обстановка остается напряженной. Действительно, рейты разведчиков – это одна из форм воздействия на врага в том числе. Тем не менее, основной формой нашей борьбы остается контрбатарейная борьба, и мы продолжаем с помощью артиллерии и авиации зачищать левобережье, зачищать от присутствия там сил и мощностей врага, уничтожая огневые позиции, уничтожая наблюдательные пункты, даже командно-наблюдательные пункты на уровне рот и взводов. Это говорит о том, что управление войсками на переднем самом рубеже, мы их фактически уже лишили. И от этого они стараются перемещаться глубже на следующие рубежи обороны. Мы продолжаем, обстреливая эту территорию, учитывать присутствие мирных жителей. Поэтому наша работа усложнена, потому что на левобережье, нужно понимать, в отличие от правого берега, еще не все населенные пункты оправились от техногенной катастрофы, которую устроили россияне, подрывав Каховскую ГЭС. И очень много территорий еще покрыто водой, там процветает в том числе и антисанитария, и это осложняет гуманитарную ситуацию очень серьезно. Окупанты не предоставляют помощи людям, а если и предоставляют, то только сугубо в обмен на российский паспорт. Насильная паспортизация продолжается. Они не только формируют так называемый контингент своих граждан на этих территориях. Помним про заявление высшего руководства Кремля о том, что они хотят оставить для себя территории, внесенные в их конституцию. Это тоже политическая манипуляция. Да, да. И Херсонщина как раз относится туда, где они пытаются продвигать мнение, что там очень много российских граждан уже с паспортами России. А на самом деле они в принципе формируют мобилизационный ресурс для себя, потому что очень много мужчин призывного возраста, вынужденных получать помощь таким образом в обмен на паспорт, становятся мобилизационным потенциалом для врага. То, что наша работа результативна, говорят наши сведения. За двое суток предыдущих уничтожено 100 оккупантов, и мы знаем об этом, гарантированно подтверждение имеем. Уничтожено 5 единиц автобронетанковой техники, две лодки, которые оккупанты использовали в диверсионно-разведывательной деятельности между островами. Они продолжают надеяться на то, что им удастся произвести там ротацию своих сил. На самом деле с каждым появлением такого недофлота речного срабатывает наша артиллерия, и все становится понятно по схеме Москвы. Да, конечно, Наталья, об этих успехах наших войск, о которых вы говорите, о разбитии логистических цепочек, командных пунктов, конечно, Минобороны стороны террориста не скажет. Но российские военкоры жалуются и действительно подтверждают, что вооруженные силы Украины укрепляют, усиливают свое присутствие в районе и по линии Антоновского моста, а также практически уже на всех островах, как по левую сторону Днепра, так и напротив казачьих лагерей. То есть то, о чем вы сейчас говорили. Давайте об еще одной огромной проблеме. Это заминирование. Известно, что на Мелитопольском и Бердянском направлениях враг минирует позиции буквально в три слоя, минирует все возможные направления движения, при этом бетонирует какие-то ключевые высоты. На Херсонском направлении. Что с минированием сейчас? Такая же ситуация? Несколько иная география и несколько иная тактика действия врага, соответственно. Во-первых, они еще не до конца разобрались с теми минными полями, которые намешала им Каховская ГЭС. То есть сами же вызвали на себя свои же мины. Та трагедия, та катастрофа, которую они устроили, то полноводие превратило их укрепительные сооружения, именно заградительные препятствия, превратило в препятствия для них самих. Когда им предстоит возвращаться на позиции, они совершенно не знают, где может оказаться весь тот потенциал и арсенал, который они пытались уложить вдоль левого берега от среза воды, и подрываются на своих же минах. Это действительно происходит очень часто. Ну, кара небесная их находит. То, что дальше у них есть оборонительные рубежи более плотные, более основательные, которые готовились тоже длительное время, мы это понимаем, и тактика действий нашего командования построена с учетом того, что мы знаем о их укрепительных сооружениях, но это, снова скажу, не остановит движение сил обороны. Это имеет под собой определенные сложности, но у нас есть инструменты, с помощью которых мы будем их преодолевать, эти сложности. Сейчас еще не время их раскрывать, но обязательно враги это почувствуют. Да. Теперь давайте об ударе по логистике врага, о последствиях удара по Ченгарскому и Геническому мостам. Первый закрыт. Движение по переправе через Генический пролив, который соединяет Арабатскую стрелку с югом Украины, движение автобусов из Симферополя в Геническ остановлено. Как это повлияло на логистику оккупантов и по какому маршруту теперь идет их перебрасывание военной техники? Основной ключевой маршрут остается сугубо наземный, через Армянск. Это очень большая петля, это удлинение по расстоянию времени, это осложнение логистики, в том числе географическое, поскольку это намного западнее, чем названные вами мосты. Такая близость к позициям сил обороны заставляет врага действительно нервничать, поскольку направление колонн этими этапами для них очень сложно. Так, Наталья, у нас какие-то проблемы со звуком возникли. Так, сейчас восстановим связь и надеюсь, будем вас слышать. По этому курсу они не могут направлять свободно колонны военной техники, они пытаются их размежевывать гражданским транспортом, потому что движение мирного населения, которое понаехало и осознало в направлении Запореврика, тоже активное. И многие выезжают с Крыма действительно, и тем не менее, вот такое насыщение единственной фактически трассы, оно очень осложняет логистику. Это и по времени, и по расстоянию, очень далеко и долго. А в связи с этим, какие настроения у оккупантов на юге? Им постоянно прилетает от ВСУ, обрезается логистика, потери большие. Да, действительно, у них сложности материальные переходят в сложности моральные, потому что необеспеченные на элементарном уровне, они еще и вступают в конфликты между собой, потому что сейчас контингент очень серьезно смешан, живая сила серьезно потрепана, извините за такой жаргон, но то, что они переживают на восточном направлении и потом возвращаются в реабилитацию, восстановление на южное направление, непосредственно в Херсонскую область, на полигоны и места возобновления, они серьезно осознают, соприкасаясь с другими подразделениями, которые там есть, и мы уже знаем по перехватам и по общению с обменным фондом, так называемым, что у них серьезный конфликт в том, что денежное обеспечение очень разное. Штатные военные получают гораздо меньше, чем мобилизированные, которых заманивали таким способом на службу уже гораздо позже, призывая. И это вызывает очень серьезный конфликт, потому что они считают, что те, кто зарабатывает больше, должны идти на более передний край. И вот эти внутренние междоусобицы с собой, с самими собой, серьезно нам на руку, поскольку действительно, когда в товарищах согласия нет, на лат их дело не пойдет. Да. Хочу еще уточнить по поводу Генического и Чангарского мостах. Значит, один из крымских пабликов говорит, что в ПГТ Новоозерное в Крыму привезли 10 машин по тонну мостового парка. Да. Известно, что такие автомобили предназначены для наведения понтонов, переправ через реки. Означает ли это, что оккупанты будут пробовать восстановить движение транспорта в районе поврежденных Чангарского и Генического мостов? Или отправят эту технику куда-то ближе к Херсону и там где-то на Днепр? Совершенно очевидно, что они будут пытаться возобновить движение, но при этом также очевидно и для них, что возобновление движения в виде понтонных переправ находится в такой же зоне уязвимости, как и сами поврежденные мосты. Уж если долетело до мостов, до понтона мы тоже достанем. И это, в принципе, останавливало их в растуньях некоторое время, пока вот они вычисляли, что же делать. Либо ремонтировать то, что стационарно, либо прокладывать понтонные мосты, альтернативные. Скорее всего, по опыту предыдущих мостов, по которым мы работали, будут использоваться оба варианта. То есть в надежде на то, что поремонтированный Чангарский мост сможет пропускать какую-то часть техники, а параллельно будет существовать понтонная переправа, которая будет альтернативой на случай, если... Я хотел еще больше поговорить о потерях российских оккупантов. У нас, кстати, вот был сюжет, что не просто своих бросают, а еще и своих минируют. И это тоже представляет огромную угрозу для разминирования, для наших саперов. Известно, что огромные потери на юге несут оккупанты, скрывают количество двухсотых, хоронят в общих могилах, в том числе на оккупированной Херсонщине. И есть информация, что в Чаплынку на территории морга с херсонского направления прибыли два грузовых автомобиля с телами российских военнослужащих, и все были там захоронены в общих могилах, в двух локациях. Какой информацией вы владеете на этот счет? Это обычная практика для оккупантов. На самом деле не первый регион Херсонщина, который это фиксирует. Все эти факты мы тоже фиксируем и максимально документируя, передаем эту информацию в международные организации, правозащитные в том числе. И мы говорим о том, что они действительно пытаются таким образом скрывать свои реальные потери. И отсутствие нравственности, отсутствие любых человеческих признаков гуманности у них действительно вот так просматривается. И для наших людей это очень странная и дикая картина, но, к сожалению, оккупанты продолжают это делать. И это не только в конкретно взятом населенном пункте. В принципе, это повсеместно. У них курсируют и мобильные крематории, которые тоже призваны заметать следы и вот тех потерь, которые они несут. Да, и вот еще о потерях и как следствие об очень такой разнородной вражеской группировке, которая сосредоточена в частности на юге, о котором вы говорите. Значит, на Херсонском направлении российское командование отправляет военных из 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота на передовую в составе отрядов «Шторм-Зет». Мы знаем, этот отряд состоит из заключенных. Об этом говорит Ассоциация реинтеграции Крыма. Крымская бригада находится на второй-третьей линии обороны возле села Великие Копани, а «Шторм-Зет» воюет на передовой, в частности, в Олежках. То есть, таким образом, командиры закрывают дыры после вот этих огромных потерь, о которых мы говорим, как могут. И кроме того, вот в этом и проявляются внутренние споры, которые у них возникают по поводу того, что кто больше получает, тот больше должен рисковать. И именно исходя из этой позиции, вот они и размежевывают свою зону ответственности, передавая запасные шалоны обороны. Наталья, я хочу вас спросить далее об огромном уроне нашей экосистеме, который нанесли оккупанты. Хотя ваш ответ я уже, как бы, можно предвидеть. Но, тем не менее, известно, что на нашем острове Джагар-Лач бушует огромный масштабный пожар. Огонь охватил уникальную, ценную часть острова, степной участок. Известно, что здесь сосредоточена значительная часть экосистем острова. На острове создан национальный природный парк. Остров сейчас находится временно под оккупацией российских захватчиков. Они пытаются хоть что-нибудь сделать, предпринимать какие-нибудь меры, чтобы потушить пожар и спасти экологию? У нас нет достоверных данных. Но, исходя из того, что на острове расположен был один из мощных полигонов, на котором они готовили свои подразделения, хочется надеяться, что хотя бы ради этого они предприняли какие-то меры для тушения пожаров. Погода действительно благоприятствует тому, чтобы пожар очень быстро распространялся в степной зоне. Это, как правило, в такую жару и при такой ветреной погоде. Это очень серьезная проблема даже в мирные времена. В целом оккупанты никогда не переживали и не беспокоились о таких вещах, как пожары в национальных парках Украины. Мы знаем это по другим территориям, по уже деоккупированным территориям. Люди рассказывали о том, что когда возникали такие пожары, то, как правило, оккупанты не отвлекались на гашение таких проблем, а даже не отправляли туда специальную технику. Этим занимались мирные жители. Будем надеяться, что и в этом случае, хоть и во временной оккупации, но мирные жители Херсонской области сумеют хоть немного приостановить пожар. Да. И российская пропаганда продолжает фабриковать фейки на временно оккупированной части Херсонской области. Накануне было сообщение, что оккупанты якобы предупредили теракт в Новой Каховке. И там, на одной из детских площадок, нашли якобы самодельное взрывное устройство, взрывчатку обезвредили, а в попытке теракта традиционно обвинили, как они говорят, пособников киевского режима. На кого рассчитана такая примитивная имитация и все эти фейки? Такая дезинформация рассчитана, в принципе, на местное население, которое они максимально ограничивали от доступа до интернета, от доступа до любой там открытой справочной литературы. И пытаются таким образом давить на людей, обстреливая самостоятельно, это уже не первый раз такая практика, те населенные пункты, в которых, в принципе, сами базируются, которые оставляют, выезжая демонстративно, затем обстреливают с имитационного направления, якобы это силы обороны, и возвращаются, рассказывают о том, что эти обстрелы произвели силой обороны, не обращая внимания на то, что там остались мирные жители. Также эта практика существует во всех населенных пунктах временно оккупированных, поскольку таким образом оккупанты пытаются обратить людей в собственную веру, так скажу, переубеждая их, что настоящие защитники это они. Но у нас есть возможность через силы сопротивления, через партизанское движение проводить разъяснительную работу, в том числе мы используем дополнительные ресурсы информационные, которые позволяют нам доносить до жителей местных регионов временно оккупированных истинную правду, настоящие данные про то, какие методы борьбы предпринимают оккупанты. Наталья, и напоследок, что в море? Вы сегодня писали, что вражеский флот там судорожно маневрирует, очень боится, видимо. В Черном море остается корабельная группировка в размере 10 единиц, они рассредоточены. Это и боевые корабли, и суда обеспечения, и патрульные корабли пограничной службы ФСБ России, которые курсируют вдоль восточного побережья Крыма. И пытаются таким образом контролировать гражданское судоходство для того, чтобы суда, собранные в так называемом районе осмотра, в районе ожидания прохода Керченского пролива, служили живым щитом для кораблей военно-морского флота. Да, ничего нового, та же тактика, прикрывается людьми. Спасибо за ваши ответы, за вашу работу. Спасибо. Наталья Губенюк была в нашем эфире, начальник Объединенного Координационного пресс-центра Силы обороны Юга Украины. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.